Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот в инстаграм подписывайся, если ты ещё этого не делал. И сегодня вас приглашаю в интересный выпуск. Мы будем с вами гулять по набережной, если её можно назвать набережной. Посмотрим пляжи, все это будет происходить в Мамайке. То, что вы сейчас видите, это река Псахе. Мы уже гуляли по Мамайке и решили приехать сюда повторно, потому что поступили вопросы от подписчиков и несколько человек прислали именно геолокацию в этой части Мамайки. То есть Мамайка делится на две части, вот эта сторона и вот эта сторона, вот этой рекой Псахе. По той стороне мы гуляли, выпуски я прикреплю в описании под этим видеороликом, просто нажмёте и посмотрите. А сейчас мы отправляемся с вами гулять по вот этой стороне. Перед просмотром нажимайте на лайк, пишите свои комментарии и погнали. Итак, наше приключение мы начинаем именно с этой набережной. Здесь вдоль дороги есть вариант перепарковать машину, мы так и сделали. Мне виднеется такой интересный мост, который сделан из труб. Посмотрите, прикольно. Конечно, интереснейшая концепция. И мы с вами отправляемся по вот этой набережной. Она, конечно, не называется набережная, но коль она у реки, значит набережная. Здесь сразу с ходу можно взять самокатный фейринг и отправиться на прогулку. Темик, пойдём? Пойдём. Мы сегодня все вместе в полном составе, как всегда. Везде путешествуем вместе, да, Тёмка? Река чистая, дождей уже, дождей у нас не было несколько дней и это хорошо. Кстати, я вот что заметил, если в той части Мамайки старая застройка, очень много таких домиков старых, то эта часть Мамайки, она очень современная, видимо, совсем недавно появилась. Здесь очень много новостроек. Я, кстати, в том выпуске тоже про это говорил, обращал на это внимание. Здесь есть университет, РГСУ. Торчат трубы, которые никак не убрали. Ну да ладно. И вот современный стиль, современные многоквартирные дома. Кто здесь жил, может быть живёт? Пишите, как вам Мамайка. В целом, спокойный район. Мне в Мамайке очень понравился пляж Куба, который они очень классно закрыли в современном граффити. Смотрится это всё очень классно. Не раздолбанные, по крайней мере, волнорезы, как это везде. Высажены кипарисы. Они, конечно, не старые, как обычно. Это бывают высоченные, а достаточно классные. Ну и, как в Мамайке, вот очень много замороженного жилья брошено. Вон, видите, на той стороне тоже много это раз показывал. Есть такой набережный, скверик вдоль дорожки. Как от ориентира, это Полтавская улица, дом 19. Есть лавочки. Их пока не покрасили к сезону. Надеюсь, сделают это. Всё обновят, культурят, мусорки подкрасят, чтобы гостям, гостям Мамайки, гостям в целом Сочи было приятно гулять. На этой стороне есть детская площадка, ведется стройка, большой дом. И людей в Мамайке в этот раз получше. У нас сегодня пасмурная погода. Солнца нету, но в целом тепло. Градусов 17. Видите, опять лавочка, она тоже чуть разломанная, не покрашенная. Надеюсь, исправят. Приведут, будет здесь всё красиво. Сочи ждёт. С 1 мая открывается сезон. Большинство пляжей уже начнёт функционировать. Так, здесь есть мост. Переход на другую сторону Мамайки, то есть, да, можно... Артём, иди сюда! Перейти, да, и отправиться уже на ту сторону Мамайки. А мы с вами будем двигаться вперёд. Дальше нас ждёт новые пляжи. Для себя откроем. А здесь есть... Так, Артём, давай сюда. Здесь есть такой спуск к реке. Тоже давайте попробуем спуститься, посмотрим, что здесь. Так. Ну, понятно. Ничего тут удивительного, просто интересного. Просто речка. Пойдём, Родион. Слушайте, я только что сказал, что солнышка нету, как оно начало пробираться сквозь облака и сразу начинает припекать. Да, здесь достаточно кайфовая, классная, аккуратная, свежая набережная. Людей на ней тоже гуляет много. И слева справа застройки. Вот справа, видите, такие достаточно старые застройки, видимо, когда-то они были давно здесь уже. А слева продолжает всё застраиваться новым жильём, квартирами, апартаментами. Вот даже есть ипотека тут. Ну, судя по баннерам, да, которые висят. Да, здесь нормальная обстановка. Интересно тут, интересно. В принципе, вот как мы по маяке. Вот тот район, конечно, резко отличается от этого. Прямо сразу с ходу это заметно. Так, я буду прерываться, так как мы идём с детками, они то отстают, то убегают вперёд. Вот этот комплекс, который строится, называется Новоград. Вот кому интересно, да, там жильё в Мамайке, вот можете посмотреть. Называется Новоград. Район, конечно, интересный. Находится возле реки, прям неподалёку, пляжи. Ну и, в принципе, здесь всё достаточно зелёное. Река, конечно, такая интересная. Здесь так много бетона. Откуда вот он взялся? Это, наверное, со стройки его сбрасывают лишний, что не пригодилось, что не нужно. Не знаю, кто в курсе. Пишите под видео в комментариях, откуда столько бетона в реке. Видите? Есть вот такая локация тут, интересная. Мост крестом. Прикольно, на нём можно подняться. Пойдём поднимемся, Тём? Ну, пойдём. Мы сейчас с детворой тоже поднимемся, посмотрим, что за мост. Ну, и, конечно, вы с нами заодно тоже посмотрите. Давайте подниматься. Может, здесь какой-то вид сейчас откроется и интересный. Красивый дом. Посмотрите, сколько продаётся тут всего по баннерам, да, судя? Вот такой вот вид на реку, на застройку, на кипарисы. Ух ты. Да, интересно, прикольно. Дальше вот идёт железная дорога, и там уже будут пляжи, на которые нами нужно с вами попасть. Вот такая, друзья, тут обстановочка. И наша набережная вдоль реки прерывается дорогой. Но после дороги она, в общем, снова продолжается. Артём, стой. Да, вот в том выпуске вот эту новостройку не было видно. Мы как-то, получается, были в стране. Но такой большой комплекс. Так, какая улица? Крымская, 89, да, как указатель. Там очень много магазинов, всяких разных заведений на первом этаже. А у нас тут хор лягушек. Слушайте. Самое интересное, что так много звуков, но я ни одной вообще не вижу. Я вообще ничего не вижу. Где они все? Вы хоть одну нашли? Да, вон, вон там машине сидит, я вижу. Вон там машине сидит. Я ее видел. Блин, я просто ни одной не вижу. Ну ладно, пойдём, Артём. И тут, кстати, возле этого хора есть вывеска санаторий в Ставрополе. Я, правда, так и не въехал. Это вход или не вход. Но, видимо, какой-то старый вход. Есть, наверное, основной. Но смысл в том то, что есть там пляж такой в Ставрополе. Сейчас мы туда с вами пройдём, посмотрим, что у них за пляж и готовы ли они встречать людей, которые приедут уже 1 мая. Так, а дальше начинается, как я это называю, туристический проход прямо на набережной, да. Есть такой небольшой рыночек. Сейчас посмотрим, что это. Экскурсии. Экскурсии пока закрыты. Видите, не работают. Ленятся, наверное, хотя людей это предостаточно. Вот всякие разные палатки, магазин продуктов. А дальше начинается и южная такая тема, Чучкелы и так далее и тому подобное. Так. Да, запахи, как всегда, травы. Ну, людей пока мало. Видимо, они только выставились. Вот такая история. Всякие мёд, варенье, Чучкелы. Вон дальше одежда начинается. Всякие полотенца, шляпы, кепки, шлёпки. А дальше пока ничего нету. Вот. И есть ещё один мостик, чтобы перейти на ту сторону. Ну, нам это не нужно. Мы пойдём с вами по этой стороне, чтобы посмотреть те пляжи. Открываем для себя новые места и, соответственно, с вами делимся, чтобы вы могли уже сравнить эту сторону Мамайки и ту сторону Мамайки. И определиться для себя, где вам снять жильё. Вот этот комплекс, конечно, интересный. Потому что есть и детские площадки, и закрытая территория, и парковка, и рядышком море. Единственная из неприятностей, когда вы выходите с набережды, здесь такая прям открытая помойка, которая нереально воняет. И если вы будете тут каждый день ходить, летом в жару, Настенька правильно подсказывает, то вам придётся с этим смириться. Но воняет ужасно. Вот прямо сейчас её никто не убирает. Вот если смотрит выпуск администрация Мамайки, ну, обратите на это внимание. Хотя бы закрыть её, что ли. Так, и мы уже с вами видим морюшко вон, река впадает. Сейчас будем смотреть, что там за пляжи. Те пляжи нам понравились на той стороне. Посмотрим, как будут на этой. Так, ну, морюшко чистое. От дожди, говорю, перестали у нас идти. Река тоже чистая. Давайте здесь ещё раз её посмотрим. Да, чистенькая, мелкая. Река на месте, как говорится. На той стороне набережной вот всё продают. Муниципальный пляж. Так, такая застройка. И вот у нас железная дорога, кстати, вот, которая наверху идёт. Соответственно, кто тоже здесь будет отдыхать, то надо будет привыкать к вот этим чих-пых-чих-пых. Так, вывеска пансионат. Пансионат. Кукуруза, как я долго читал это название. Вот. Как ориентир, это Волжская 76. Здесь стоит шлагбаум. Ну, понятно, да, запрещено проезжать на машинах либо по пропускам. Но мы без тачки. Мы, конечно, пройдём. Радюшка, иди сюда. Вот так это выглядит. Такая история. Железная дорога. Зачем-то колючка на заборе. А вот мы уже пришли, Родион, к морюшку. Так. И начинается... Так, вывеска. Я вот вижу городской пляж Виктория. Ну, так всё пока открыто. И ворота такие, и калиточка. Отлично. А мы попали с вами. Городской пляж Ставрополье. Городской пляж Виктория. Столовая пансионата. Так, тут, наверное, по жетончикам, да, кушать можно? Можно, кстати, зайти проверить. Так, что тут есть? Так. Вот можно поставить вам на паузу. Ознакомьтесь. Часы работы. Вот. С 8 до 8 даже купание запрещено. Так. И вот такой вот пляж. Сейчас мы с вами по нему пройдёмся, посмотрим. Да, санаторий, конечно, интересный. В том плане, что вот так вот. Прямо на первой линии. Вот он вход на пляж. И мы сразу с вами попадаем. Интересно, можно ли сюда будет заходить в спокойном доступе летом. Либо они всё закрывают. Да. Ну так, конечно, всё выглядит, да? Не совсем вау. Работает трактор. Завезли вон лежаки. Видимо, они новые. Чем пахнет? Ну, наверное. Ну, как-то такой запах странный. Песочек. Ну, пока всё выглядит, я не знаю, безобразно. Может быть, они не начнут ещё работать 1-го числа. Конечно, 1-го мая. Может быть, они с июня расставят здесь лежаки. Ну, вот пока, да, вот здесь работает трактор. Море тут. Давайте посмотрим какое. Сразу отзывайтесь тех, кто здесь отдыхал летом. Как здесь отдых. Чтобы люди, кто думает. Ну, море грязное. Ну, там находится пляж Куба. Там такие мощные волнорезы. А здесь такси. Ну, не знаю. Видите, они даже ещё пока перил не покрасили. Не освежили краску. Возможно, сделают это чуть позже. Видите, здесь прям как бы полным ходом. Хотел сказать, полным ходом реконструкция. А как бы полным ходом-то и нет. Трактор стоит заглушенный. Пирс, вообще, конечно, в печальном состоянии. Вы сами, да, можете увидеть. Но зато новые лежаки вот они, видите. В полиэтилене. Даже со штрих-ходами. Так что, кто остановится на этом пляже, либо в этом... Ух ты! В санатории-то, знаете, будут новые лежачки. Вот. А этот пляж полностью разровняли. Видите, здесь прошёлся трактор. Камни все убрали. Значит, и здесь делают что-то типа такого же. Опа! Ух, ух! Вот, и получился, что здесь песок. Вот я не знаю, насколько он чистый. Давайте попробуем. Ну, так это полная грязь вообще. Ой-ой-ой-ой, да! Сегодня чуть морешка штормит. Вчера был такой штиль. А сегодня, видите, есть чуть-чуть прям такая небольшая волна. Давайте попробуем с вами пройтись на этот волнорез. Да, а состояние, конечно, тут, ну... Ну, мягко сказать, так себе, конечно. То, что пансионат есть с таким козырем, можно сказать, что прям первая линия, да, собственно у них пляж. Ну, пляж, конечно-то, такой. Давайте, пойдёмте с вами на... Ой, на волнорез. Кстати, он очень скользкий, он в водорослях. И вот где он мокрый, прям можно скатиться. Так, а дальше, конечно, не пойдём, потому что всё, видите, там водоросли уже. И очень скользко. Вот, как котов. Ну, состояние моря вы можете сами посмотреть. Печальная картина. Всякие салфетки плавают. Видите, сколько мусора? Да. И с этой стороны... Давайте тоже посмотрим. Вот с этой стороны почище. То есть, ребята, вот те пляжи, да, куда мы с вами спустились, это называется пляж Ставрополя. Как раз мы, видимо, к тому пансионату относятся. Он же пляж Кукуруза. А вот это пляж, это пляж Октябрьский. Дальше идёт Санта-Барбара. То есть, Санта-Барбара это, я так понял, вот эти лесенки. Давайте сейчас тоже туда с вами пройдём. Посмотрим, что это за Санта-Барбара такая. Конечно, пока здесь находиться не очень комфортно. Вот видите, люди стоят с коляской и не понимают, как вообще спускаться. То есть, нужно схватать коляску и двигаться на руках. Здесь, видимо, какой-то будет бар, который, ну, пока закрыт. Я очень надеюсь, вот прям, что выкрасят здесь, приведут всё в такой достаточно дельный вид, что будет всё красиво, аккуратненько и здесь будет приятно отдыхать. Может быть, мы сюда, конечно, приедем ещё на разведку в мае. Посмотрим, как тут будет. Ну, а пока вы сами, короче, можете видеть, что всё выглядит, конечно, так себе. А спуститься у нас сюда вообще, наверное, даже и не получится. Ну да, здесь такой обрыв. В общем, чтобы посмотреть пляж Санта-Барбара, как он выглядит, мы объехали весь посёлок, как бы преодолели такой бугор, короче. Там был по пути у нас санаторий, как он, Октябрьский, да? Ага. Вот, покажу его в конце, мы будем его обратно проезжать. Я покажу вам. А сейчас мы отправляемся на пляж Санта-Барбара, точнее, на его поиски. Пойдёмте. В общем, здесь тут есть вот такое кафе, называется Империя. Ну, в принципе, как и вот этот гостевой дом. Тихо, спокойно, так прям никого нету. Вот у нас, получается, по правую руку должен быть пляж Санта-Барбара, а по леву Сочи, Сочи-Бич. Вот, в принципе, есть уже даже вот вывеска Сочи-Бич отель. Вот такая здесь территория. Ну, посмотрим сейчас, что там. Но пока нас встречают только ворота. Есть дорога налево. Въезд на территорию только для гостей отелей и сотрудников пляжа. Опа, смотрите. Здесь даже есть такой указатель. Бесполётная зона, значит, здесь летать нельзя. В общем, мы прошли КВП. Здесь сразу, смотрите, есть туалеты, душевые, которые пока не работают. Но, думаю, в ближайшее время работать будут. Полетать мы здесь с вами не полетаем. Здесь висит знак «Бесполётная зона». Ну да ладно, нам главное посмотреть, какие здесь пляжи и набережные. Опа. Прыгаем. Красавчик. Давай, я тебе помогу. Но прыгнуть-то круче. Давай. Давай. Вот. А мама обойдёт. Да. Так, а дальше туда мы уже не попадём, потому что там калитка какая-то. Ну, здесь вот такая атмосфера. Набережная. Странные, короче, здесь места, пляжи. Всё так тихо, спокойно разрушено. Такая своя какая-то атмосфера. Ну, мне кажется, здесь всем пофигу, потому что здесь и так всё будет забито. Давайте с вами весь сходим на волнорез. Весь разбитый, ушатанный. Вот не люблю я, не знаю, не люблю я эти места. Для отдыха я бы, конечно, их вообще не выбрал. Грязное море. Так, здесь бьёт волна. Дальше не пойдём. Я вам просто покажу, как, получается, выглядит пляж Санта-Барбара. Та-ра-та-та-та-та-та. Как там эта музыка в Санта-Барбаре? Вот. Это и есть пляж Санта-Барбара, ребята. То есть мы с вами вон там гуляли. Вот там вот надо было высоко прыгать с волнореза. Вот такая атмосфера. Пляж Санта-Барбара. Вот кто захочет отдыхать, вот так это выглядит. Да, единственное, что кайф этого пляжа, то что, видите, здесь вот, ну, родная мелкая галька. По ней вот ходить кайфно, как массаж. Не то, что в Амеретинке. И белкий песочек. Видите, заход в море. Да, Настя, это Санта-Барбара. Да, такое громкое название. Я прям ожидал здесь от пляжа какие-нибудь такие крутяцкие локации. Может быть, какие-нибудь соломенные буглы, там ещё что-то беленькое, красивое. Ну, а тут так. Там вон кабинки, переодевалки. И, короче, вот такой вот пляж. Да, вот такая вот табличка. Проход заплыв запрещён. Я хотел попасть там на лесенке, но, увы, нет. Такая экономическая часть. Но, в целом, вот так вот. Почти накрыло меня волной. Да, странные пляжи. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Ну, моё мнение вы уже слышали по поводу данных пляжей, данных волнорезы. Видите, все такие разломанные. Но, опять-таки, если чистая водичка здесь будет, да, то здесь можно половить вот крабиков по этих водорослях. Попробую пройтись. Покажу это всё с пирса. Так, а кто в курсе? Почему здесь бесполётная зона? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Не знаю, что здесь за воинская часть такая. Ну, вот лесенки. Ну, как бы там, в принципе, ничего особенного. Вот я, получается, вот оттуда доходил. И мы вот на машину сели. Вот так вот по горам всё-всё-всё объехали. И приехали сюда. Вот так это всё выглядит. Тут, кстати, вот такая вот набережная. Вдоль морюшка. Вот такими лавочками. И, видимо, видимо, какой-то вот типа гостевой домик. Вот такая тут атмосфера. Вот такой заходик на пляж. И даже есть спуск для колясок. А сейчас я хочу вам показать дорогу вот к этому пляжу. Точнее, ну, как бы в обратную сторону мы будем с вами ехать. Посмотрите, как она. Давайте показывать буду. Вот, значит, ну, пока такая нормальная, можно её так назвать. Дорога, как дорога. Узенькая, правда, ну да ладно. Вот. А дальше, смотрите, начинается вот такая вот история. Посмотрите, такой резкий-резкий крутой подъём. Прям наверх. Заезжаем. И он, между прочим, тоже узкий. Вот так вот. Хлопс. Сюда вот так вот. Опа! Здесь вот гостевые домики. Вот кто здесь будет снимать, поймёте, да, что вот нужно будет до моря ходить. Дальше вот такой вот крутой поворот, который, скорее всего, придётся в два этапа нам сейчас поворачивать. По крайней мере, туда ехали в два этапа. А нет, вот сейчас прошёл, чуть на тротуар пришлось заехать только. Опа! Вот. Это вот первые отельчики, да, которые находятся на горе. Дальше начинаются, смотрите, вот такая история. Здесь есть магазинчики, такая прям центральная, можно сказать, площадь. И вот тут как раз есть вот этот санаторий. На территории этого санатория есть даже аквапарк. Вот так это всё выглядит. Вот тут покажу вам. Вот большая территория, аквапарк. Тоже можно здесь отдыхать. Вот. И уходит дорога. Дорога вниз теперь, посмотрите, какой спуск. Вот такие дороги в Сочи. Вот я за это, конечно, не люблю. Опа! Вот. Ну, дальше, да, либо налево, либо направо. Ну что, ребята, вот я вам показал всю мамайку. То есть первую часть мамайки можете посмотреть в выпуске. Ссылочку оставил в описании под этим видео. Это вторая часть мамайки. Шикарный пляж Санта-Барбара. Громкое название по факту. Сами видели. Делайте репост данного видеоролика в свои социальные сети. Помогите в развитии канала. Ставьте лайк этому выпуску. Ну, либо дизлайк, если вам не понравился видеоролик. Пишите свои комментарии. Пишите, кто здесь отдыхал. Пишите, кто здесь планирует отдыхать. Как вам обстановка? Я с вами прощаюсь. Увидимся уже завтра в новом видеоролике. Пока.